Сейчас стажируюсь с Java Разрабом в банке. Стоит ли стажироваться, работать там, где не проводят код-ревью стажера и не дают качественную нормальную обратную связь, когда просишь? Боюсь, что не будет качественного роста. Отвечаю на этот вопрос, есть ли у вас варианты. Если они у вас есть, конечно, лучше перейти в компанию, где вас будут хотя бы за счет кода-ревью отслеживать и помогать вам. Но есть ли у вас такая возможность? Сразу вопрос. Потому что, если есть, переходите. Опять же, вы не знаете в новой компании, как это будет. Там, возможно, повторится эта история. Потому что я вам расскажу, опять же, секрет, возможно. Но это не секрет ни для кого. Старшие разработчики в 95% случаев не хотят возиться с начинающими. В 90, наверное, процентах случаев им не платят за это. Их время зачастую сложно туда списать. Потому что с них тоже требуют задачи. И никого не волнует, что у него в подчинении 2, 3, 4, 5, 1. Джуниор-разработчик, он требует вообще-то времени. И все вот это происходит именно из-за неорганизованности процесса обучения. То есть кидают джуниора на плечи синера и предполагают, что синер должен в том же темпе выполнять свои трудовые обязанности. То есть не делают отсылку к тому, что вообще-то человека надо учить. Ему же его не просто так поставили. Не во всех компаниях, как я уже говорил, всегда есть какая-то статистическая погрешность. Но вот сколько я работал, сколько я общался с коллегами, я вижу эту закономерность. К сожалению, это печально. Потому что по-хорошему, если мы взяли человека, если мы тратим на него какие-то ресурсы, хорошо бы тратить на него побольше ресурсов, чтобы вырастить эту единицу. Но не мотивируя старшего разработчика заниматься джуном, мы ничего не получим. Плюс еще нужно понимать, что некоторым людям неинтересно учить вообще никак. И, кстати, это большая часть людей, большая часть разработчиков не хочет ни с кем возиться, ничего им объяснять. Их вполне устраивает то, как они сидят, копаются в коде. Их тоже можно понять. Они не педагоги, они это понимают, и они не хотят этим заниматься. Отдайте джунов тем, кто хочет их обучать. Пусть даже это будут не синеры, пусть это будут мидлы. Джунам и этого будет достаточно. Потому что мидл все равно даст ему больше, чем никто. Но это нужно, чтобы к этому серьезно относились. Чтобы, так сказать, мотивировали этих разработчиков. Чтобы выстраивали всю систему обучения. Кто этим будет заниматься? Мало кто. Да, в некоторых компаниях есть люди, которые вообще следят за процессом обучения. Я не помню, как они там. Ну, короче, есть порой отделы. У них там прям система знаний и все такое. Такие менеджеры бегают. И там всякие митапы, конференции внутренние. Там книги в компании. Вот этим всем занимаются. Но я не об этом. Я говорю именно об организации культуры обучения начинающих разработчиков. Я также видел и общался с людьми, которые очень хорошо обучают Джунов. Где они там в парное программирование садятся и так далее и тому подобное. Это у Саши компания. Они сейчас являются отделом разработки Додо Пиццы. А до этого у них была аутсорс-компания. И вот они в этой аутсорс-компании, они именно садили начинающего разработчика в пару к синеру разработчику. И в парном программировании они несколько месяцев его натаскивали, прежде чем человек мог сам заниматься задачами. Вот это офигенное обучение. Но кто на такое пойдет? Представляете, сколько это ресурсов стоит? Поэтому, ну... Да и в большинстве случаев менеджерам нет до этого дела. Им главное, чтобы задачи пилились. А вот это вот типа Джуна наймем, он там выучится. Но его же учить нужно. Конечно, логично. Но мало кто этим занимается, увы. Поэтому, что я могу сказать? Если у вас есть возможность перейти, welcome. Но есть ли она у вас? Большой вопрос. Большой вопрос. Продолжение следует...